То есть, ты веришь в женщину пророка? Да. Если ты не против, я хочу спросить тебя. Значит, ты веришь в Библию? Да. Но ты веришь, что пришёл ещё один пророк, и она была женщиной? Да. Когда это было? Ну, это... да, около ста лет назад. Понятно. Около ста лет. Ладно. Но откуда ты знаешь, что она пророк? Ну, это просто чувство, но мы не думаем, что она божественная или святая или что-то такое. Но ты сказал, что Бог говорил с ней. Да. Но откуда ты узнал это? Ну, я просто должен верить в это. Я не могу узнать это. Смотри, это очень важная и серьёзная тема. То, что ты должен понять, мы как верующие, мусульмане, христиане и иудеи, это очень серьёзно для нас. Мы верим в Бога. Без шуток. Да. Мы не можем просто верить любому, кто говорит, что он пророк, только потому, что он сказал об этом. Нет, нет, конечно, нет. Ты и я, мы знаем, что Бог мудрейший. Ты и я, мы верим, что Бог самый мудрый и самый милосердный. Поэтому, когда самый мудрый и самый милосердный Бог посылал пророков и посланников, чтобы учить людей, Он не посылал их, говоря им, просто скажите, что вы пророки и что у вас откровения от Бога. Нет. Но Он дал им что-то, что отличает их от остальных людей. Чтобы человечество могло отличить истинного пророка от лжепророка. Потому что исторически известно, что многие люди утверждали, что они были пророками от Бога, хотя они были лжецами. Как Илайджа Мухаммад, основатель националистической организации нации ислама в Америке. Он верил, что все белые – это слуги дьявола, и что истинные мусульмане только чёрные. И он утверждал, что он пророк. Но он не был пророком. Потому что есть способ отличить истинного пророка от лжепророка. Да, я так думаю. И одна из причин, по которой я верю, что она была пророком, это то, что она сказала. И это полностью согласуется с Библией, что я считаю правдой. То есть она верила, что Иисус – Бог? Да. Это соответствует Библии. Но это зависит от того, как ты смотришь на неё. Но я говорил с ним довольно продолжительное время. Насчёт того, что Иисус – Бог? Ну, насчёт Библии и насчёт того, как Он говорит о разных вещах. Смотри, моя точка зрения ясна. Я не знаю, упомянул ли брат об этом. Но я всегда проясняю свою точку зрения христианам. Мы, как иудеи, христиане и мусульмане, все мы согласны с тем, что Бог совершенный. Да. У него совершенные знания. У него совершенная жизнь. Да. У него совершенная мудрость. Да. И у него совершенная сила. И эти его совершенные атрибуты, сила, мудрость, знания – они с ним всё время. И теперь, если я спрошу тебя или любого мусульманина, христианина или иудея здесь, «Есть ли кто-нибудь более знающий, чем Бог?» И ответ будет «Нет». Нет. Хорошо. «Есть ли кто-нибудь более великий, чем Бог?» И ответ будет «Нет». Поэтому, если мы прочитаем Библию, в Евангелии от Марка 13, 32, Иисус ясно сказал, что никто не знает того дня и часа ни ангела на небесах, ни сын, только отец. Поэтому, согласно утверждению Иисуса, «Да пребудет с ним мир и богословение Аллаха». И утверждение Иисуса здесь ясно проясняет, что есть кто-то, кто более знающий, чем Он. И только что ты согласился, и Он согласился, и я согласился, что никто не имеет больше знаний, чем Бог. Поэтому, если Иисус – Бог, следовательно, никто не имеет больше знаний, чем Он. Но факт в том, что мы ясно читаем в Библии, что есть кто-то более знающий, чем Иисус. Поэтому совершенно ясно, что Он не может быть Богом. И еще один стих в Иоанна 20, 17. Иисус сказал, «Скажи им, ибо Я возвращаюсь к Отцу Моему и вашему, к Богу Моему и вашему». Поэтому логичный вопрос, который каждый из нас спросит, может ли у Бога быть Бог? Нет. Бог – это Бог для всех. Поэтому если Иисус – Бог, как Он может говорить людям, что Я иду к Моему Богу и вашему, к Моему Отцу и вашему? Так что, согласно Иисусу, Его Бог – это Отец. Иисус сказал, «Мой Отец более велик, чем Я». И это соответствует утверждению Аллаха в Коране, что Аллах величайший. Аллах сказал пророку Мухаммаду, «Они спрашивают тебя о часе». В Библии Иисус сказал, что «Никто не знает, кроме Отца». И Аллах сказал в Коране, «Они спрашивают о знании часа». «Скажи им, никто не знает, кроме кого? Кроме Аллаха». Так что эти ясные аяты из Корана и отрывки из Библии идут вместе в утверждение, что наш любимый и достопочтенный посланник не может быть Богом. Он один из величайших посланников, без каких-либо сомнений. И он родился без Отца, без всяких сомнений. Однако это не делает его Богом. Имеет ли это смысл? Да, конечно. Это ясно. «Все, что я могу сказать, я пойду и сделаю домашнюю работу». Да, сделай домашнюю работу. Потому что в исламе мы действительно любим Иисуса и уважаем Его. Однако мы не поднимаем Его на степень с Аллахом. Аллах сказал в Коране о Иисусе и Его Матере Марии. Я скажу тебя на арабском и переведу. Аллах сказал. «Иисус и Его Мать ели пищу». Почему Аллах сказал это? Потому что это лучший аргумент, чтобы показать людям, что Иисус не может быть Богом. Потому что Бог самодостаточен. А тот, кто ест пищу, он зависит от еды. Он нуждается в ней. А Бог же не зависит от еды. И также Аллах сказал. «Ва ма халэгту льджинна вал инса илля ли ябудун. Ма уриду минхум мирризхи, ва ма уриду айюта имун. Инна Аллаха хуа раззаку зулкуватил матин». «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Я не хочу от них никакого удела. И не хочу, чтобы они кормили меня». Воистину, Аллах является наделяющим уделом. Видишь, о чем я? Да, это очень хороший аргумент. Да, подумай об этом. И было очень приятно говорить с вами. Я ясно вижу, что вы все интеллигентные и разумные парни. Знаешь, мы здесь не для того, чтобы показать, что я лучше тебя. Нет. Но как бы там ни было, в исламе любой, кто оскорбляет Иисуса или отвергает Иисуса, он не мусульманин. Даже издевка, как это было в Голландии. Хотя мы не верим, что мы должны протестовать, потому что в этом нет ничего хорошего. Люди дерутся, кричат. Но был парень, который поиздевался над Иисусом. И знаешь, что сделали мусульмане? Вышли на протест. Не христиане. Но мусульмане вышли на протест против этого. Потому что это наш пророк. И мы любим его. Понимаете? Знаете, некоторые люди говорят, что пророк Мухаммед, мир ему, сам придумал Коран. Знаешь, если бы я написал книгу, о ком бы я чаще говорил в ней? О себе. О брате. О двоюродном брате. О моей жизни. Но Коран показывает нам, что пророк Мухаммед не имел никакого контроля над Кораном. Имя Иисуса было упомянуто намного больше, чем имя пророка Мухаммеда. И также имя Моисея и имя Адама. Их имена упоминались гораздо чаще, чем его имя. Потому что Коран не было книгой, чтобы рассказать вам биографию пророка Мухаммеда, мир ему. Но Коран был руководством для пророка Мухаммеда и для его уммы. То есть для всех, кто следует за ним. Например, когда пророк Мухаммед был в Медине, если бы он был же пророком, он бы сделал все, чтобы получить больше последователей. Он попытался бы угодить евреям в Медине. Но знаете, что он сказал им? Вы гневещите на Иисуса. Иисус не был бастардом. Но Иисус был истинным посланником. Иисус был Мессией. Иисус был рожден без Отца. Никто бы так не сделал, будучи лжецом. И также есть пророчества, которые ясно показывают вам, что он истинный пророк. К примеру, Исайя 42. Ты знаешь Исайя 42? Нет. Ты знаешь Ветхий Завет? Да, я не знаю, что он конкретно говорит, но я могу посмотреть. Да, у меня есть Библия здесь. Извини, что отнимаю у тебя время. Я могу посмотреть на телефоне. Нет, у меня есть с собой Библия. Я покажу тебе. Никто его не будет заставлять. Я знаю тебя. Знаешь, что я сделаю? Я просто поговорю с ним, покажу ему доказательства. И он проанализирует их, когда вернется домой, и все. И поэтому он мне нравится. Я не думаю, что я полностью изменю свое мировоззрение сегодня. Я просто хочу набраться знаний. Да-да. Смотри, это Библия. Да, очень потрепанная Библия. Когда-то я говорил с одним христианином, я говорил с ним. Я сказал ему, знаешь, Иисус не знает часа. Он сказал мне, нет, он знает. И я ему сказал, подожди минутку, я сейчас достану свою Библию. И когда я достал свою Библию, он увидел эти закладки. И сказал, нет-нет, я ухожу. Я ему сказал, вернись, не бойся, это всего лишь закладки. Я поищу в телефоне. Да-да, пожалуйста. Да, Исайя 42. Исайя 42. Он говорит о слуге, пришлишем прославить Господа, хорошо? Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит он суд кому? Народом или язычникам. Кто эти народы, согласно Библии? Это не евреи. Правильно? Но послушайте основной момент этого пророчества. Ранее было упомянуто его описание, хорошо? Но главный момент этого пророчества – это «Города и пустыни, поля Кидара». Восхваляйте Господа, воспевайте Господа, живучие сила. Пойте с вершин ваших гор. Здесь упомянуто два основных имени – Кидар и Сила. Вы знаете, кто такой Кидар? Хорошо. Чтобы узнать, кто это, мы идем в Бытие 25.13. И он говорит нам, «И вот имена сыновей Измаила, первенец Наваеов». За ним – Кидар. Значит, Кидар – это имя одного из сыновей Измаила. Хорошо. Сейчас это пророчество, говоря исторически, прямо говорит, что не было пророка, пришедшего к людям и потомкам Измаила, и который заставил его радоваться, кроме пророка Мухаммада Мирьему. Иисус не приходил к народам или язычникам, но он пришел к сынам Израиля. Сила. Давайте посмотрим, где находится гора Сила. Похоже, кто-то мне звонит. Прости, брат, неподходящее время. Ладно, вот здесь. Это Гугл. Это не мусульманский Гугл. Где находится гора Сила? Это гора в Медине, Саудовская Аравия. Так что здесь два имени, хорошо? Кидар – это сын Измаила, хорошо? Исторически говоря, как я уже упоминал, не было пророка, который пришёл к этим людям, кроме пророка Мухаммада Мирьему. Потому что Исаия пришёл после кого? Моисея. Поэтому это не может быть Моисей. И не может быть Иисус. Почему? Потому что здесь ясно говорится о конкретных людях и конкретном месте. Также Он говорит здесь. «Пойте Господу новую песню». И это не значит песня, которую поют. Но это значит новый закон. И мы знаем, что Иисус сказал в Матфея 5.17. «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков. Не нарушить пришёл Я, но исполнить». И единственный пророк, который пришёл после Исаии с новым законом, это был пророк Мухаммад Мирьему. «Какая ссылка, которую ты упомянул?» Исаия 42. «Я просто захороню её. Прочитай Исаия 21. Честно говоря, я не хочу говорить с тобой. Знаешь почему? Я привожу тебе доказательства из Исаии 42, а ты перескакиваешь на 21. Давай сначала установим Исаию 42. Исаия 21 – это другая тема, не имеющая отношение к Исаии 42. Я говорю, скажи мне, кто этот пророк? Смотри. Слуга придёт, чтобы сделать что? Слуга придёт, чтобы сделать что? Ты серьёзно? Прочитай весь стих. Я читаю. Вот мой слуга, мой избранный. Ещё раз, кто он? Избранный. Какое одно из имён пророка Мухаммада Мирьему? Мустафа. Значит, избранный. Продолжай читать. Да, я читаю, я читаю. Положу дух мой на него. Аллах сказал в Коране. Мы посылаем тебе наш дух, то есть откровение о Мухаммад. Знаешь, что значит дух? Это значит откровение. То есть это откровение? Да. И если ты посмотришь Библию на иврите, там упоминается это же значение, хорошо? Вам нужно идти? Да, мы скоро должны уходить. Нет проблем. Я был рад. Но не обязательно сейчас. Ладно, понял. И он возвестит народом суд. А в другом переводе – язычником. Разве Иисус пришёл к народам? Нет. Он даже назвал Хананянку собакой. Конечно, я не верю, что он говорил это. Но вкратце, народы – это не евреи. Кто пришёл к народам? Это пророк Мухаммад пришёл ко всем народам. Он пришёл также для евреев, но в основном он был отправлен ко всем народам. Ладно. И дальше говорится, он не возвысит голос, а кричать на улицах не станет. Иисус же возвышал свой голос. Он говорил, «О Бог, о Бог, почему ты оставил меня?» Так что это не может быть Иисус. И дальше говорится, трости над ломленной не проломит, и льна курящегося не угаснет, будет производить суд поистине, не ослабнет он, и не будет сломлен, пока не установит в мире справедливость. Иисус же не мог даже спасти себя, не говоря уже о том, чтобы установить, «Нет-нет, смотри, что я делаю». Я разбираю каждый пункт, который говорится в стихе, и показываю, как это поддерживает качество пророка Мухаммада Мирьему. «Нет, ты говоришь, что по определению это не может быть Иисус». «Да, поэтому я говорю, потому что пророк Мухаммад…» «Извини, я хорошо тебя знаю». Знаешь, что мне нравится в этих парнях? Когда я говорю им что-то, они говорят, «Это имеет смысл, и я исследую это». Но ты, даже если это имеет смысл, ты отвергаешь это. «Продолжай, ты говоришь, что это не может быть Иисус». Я говорю, что это не может быть Иисус, но только пророк Мухаммад Мирьему. Потому что здесь говорится, что он не ослабнет и не будет сломлен. И мы знаем, что пророк Мухаммад не ослаб и не был сломлен до тех пор, пока не установил справедливость. Да, Бог поддержал его. И это исторически известно. Ты можешь пойти домой и исследовать эту тему. Ассаламу алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призывдава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский да'ват. Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Продолжение следует...